Потому что построение отношений, счастливых отношений, это наука. Любой конфликт сглаживает, он спокойный человек, он его спокойно решает, открыт, он меня успокаивает. В тот момент, когда мне хочется просто кричать, поругаться, вытаскивать все свои эмоции, открыт, говорить все, что у меня в душе есть, но... А он сглаживает. А он все сглаживает, спокойно теперь, и получается, что мы конфликт, конечно, решаем спокойно. Разговариваем. Не-не, они с меня смеются, солнышко. Смотри, все бурлит, хочется кидать в посуду, я не знаю, вот просто кричать и разговаривать. Я понял, в чем твой вопрос, солнышко? Вопрос, как снимать это напряжение? К подружкам я не выношу ссоры звезды, не могу с ними пойти, вот все ситуации разговаривать, разговаривать. Все-таки хотела бы с мужем. Хотела бы ругаться, кричать истерить, но это просто будет легче потом, так решаю, как бурлит и я. Молодец, да. Ну, ты же слушаешь мои лекции? Конечно. Ну, ты же знаешь ответ? Не услышала. Не услышала, потому что так обычно бывает, просто мы вот, когда нас что-то не касается, мы легко знаем ответ, а когда касается, прямо в таких шорох, таких... Смотри, все люди такие, и мужчины, и женщины, у них копятся негативные эмоции, их надо как-то переживать, да, причем их надо выплескивать и тому подобное. Ну, а мужчины и женщины делают это по-разному, и вот твой благоверный супруг, он пытается тебя успокаивать, так как он себя должен успокаивать. А это не совсем правильно, это не совсем так, поэтому эмоции отрицательные, их переживать очень необходимо, если ты их не будешь переживать, ты заболеешь и, ну, в самом слабом месте у тебя где-то трестит. Либо кардиология, либо онкология, либо что-то по-женски, либо как, ну, трестит какая-то поджелудочная, либо там кости начнут, либо мозгами как бы тронешься, ну, там есть масса вещей, где у тебя сломается, я не знаю, что там у тебя самое слабое, это доктор пускает. Но в этом месте у тебя и сломается. Поэтому отрицательные эмоции, их нужно уметь переживать, нужно уметь переживать. И если бы ты это знала сразу, ты бы эти вопросы, возможно, задала еще до того, как замуж выходила. А если не успела задать, то бы ты сейчас подошла и сказала, дорогой мой муж, ты очень хороший, умный, классный человек, но мне надо покричать. Так бабы у нас избавляются. При этом нужно сказать заветные слова. Первое ему сказать, ты ни в чем не виноват, и не надо ничего делать, не надо меня успокаивать, не надо бежать решать проблемы, просто меня послушай 15 минут. Это не тебя совсем касается, это я, мне надо покричать. А тебе просто надо немножко помучиться меня послушать, ну, раз ты на мне женился. Это маленькая жабья шкурка у принцессы-либедя. И когда ты его послушаешь, когда он тебя послушает, и тебе станет легче, просто скажет, пожалуйста, ты мне просто помоги. Я сейчас тут покричу, поору, назову тебя тварь, ну, ты это не имею никакого отношения к тебе. Я разобью тарелки, возможно, об твою голову, ну, это ничего страшного, это накопилось. Со временем этот напор станет значительно меньше, но я буду здоровый. Если ты будешь меня слушать 10, 15, 20 минут каждый день, я стану счастливой, и ты, поверь, хлебнешь из этого счастья. Если ты меня не будешь слушать, будешь сглаживать или ругать, то меня будет слушать кто-то другой. На твой выбор. Либо это будет психиатр, либо какой-то любовник. Поэтому если мужчина не слушает свою женщину, ее будет слушать кто-то другой. Психиатр или любовник. Приблизительно такая вот ситуация. А если он тебя послушает и сделает, как тебе нравится, ты должна обязательно, обязательно, не забыть его отблагодарить. Сказать, ты такой вообще классный, ты меня послушал, прямо вот сидел, мучал, гадости мне не говорил, не успокаивал, не говорил мне, что это все херня, это все мелочи, шанти, шанти, не ори. Вот это все ты не говорил, ты просто потерпел, пока я орал, а вулканчик вышел. И вот у меня такое либидо открылось. Смотри на мне костюм женщины-кошки. Планирую сексуальные непотребства. И поверь, через какое-то время, он прямо муж тебе будет говорить, солнышко, тебе случайно не надо послушать? Может что-то накопилось? Не нужен ли тебе обаятельный психотерапевт? Элементарные вещи. Но мы, к сожалению, этого не знаем, потому что мы знаем все, что угодно, вплоть до как ядро расщеплять. Но мы не знаем элементарные вещи. Мы с коллегой планируем сделать бизнес, очень серьезный. Скоро будет в продаже. Мы сделаем песочные часы. Будем продавать песочные часы на 20 минут. Насыпем песка в них на 20 минут. Хорошие будут. Дорогие, да не могу. С нашим лейблом. Сатья.com.ua, там все дела. И часы, чем они будут песочные отличаться? На них вот так будет гравировка написана. Ты часы эти ставишь. И вот то, что к мужу, на них сверху так будет написано. Дорогой, ты ни в чем не виноват. А снизу будет написано. Ничего делать не нужно. А с этой стороны будет написано. Не забудь поблагодарить своего рыцаря. Так, приходишь часами, такой, Павлик. Он такой, ну давай. И пошла жара, терапия. А потом костюм кошки. И будет вам счастье. Ты меня услышал? Я был тактичен. Уважаемый, я не перешел. Никакие грани, надеюсь. Проверим. Красавчик.